С вывезета Бородино Анатолий Цикалов начал с посещения Бородинского ремонтно-механического завода. Сейчас делегацию вы можете видеть за моей спиной. Министру рассказывают о мощностях данного предприятия и о том, какие новые продукты с недавних пор они начали выпускать. Этот завод в 1973 году открывали с одной целью – ремонтировать горную технику с ближайших угольных разрезов. Сейчас спектр задач здесь серьезно расширился. На предприятии начали выпускать большую линейку новых деталей для эскаваторов, тракторов, самосвалов и прочей техники. На сегодняшний день это один из самых динамично развивающихся заводов региона. Данный завод не только увеличил количество рабочих мест, а за последние годы это порядка 100 с лишним человек, но и увеличил объемы выпуска продукции. Если еще в 2011 году объем выпускаемой продукции превышал немногим 400 миллионов, то это уже порядка 830 миллионов, то есть удвоение. Расширить линейку продукции на заводе помогли антироссийские санкции. Оказалось, что производить детали самим из российского сырья гораздо дешевле и удобнее. Кроме того, завод стоит на пороге технологического прорыва. А все благодаря вот этой разработке местных инженеров – синхронным двигателем на постоянных магнитах. Это инновационные абсолютно электрические машины, внедрение которых на горном оборудовании, на самосвалах, экскаваторах, позволит увеличить их производительность и эффективность работы в полтора-два раза. То есть это такой, может быть, будет технологический прорыв. Поэтому мы сегодня стоим в самом начале этого пути, но задачи у нас очень амбициозные. Успехом завода радуются и местные власти. Еще бы, ведь Бородинский РМЗ – крайне важное предприятие для города. Благодаря ему молодежь после учебы возвращается в родное Бородино. При том, что это не подсобники какие-то, да, квалифицированные работники. У нас молодежь, окончив институты, квалификации не всегда остаются. Здесь есть возможность молодежи остаться, получать достойную зарплату. Режем. В продолжении рабочей поездки министр Анатолий Цикалов принял участие в открытии нового Бородинского крытого рынка. О его строительстве жители города просили губернатора края около года назад. Инвесторы у этого проекта нашлись быстро. Новые павильоны – это лишь начало большого строительства. Всего же комплекс будет насчитывать порядка 1200 квадратных метров торгового пространства. Под реконструкцию попадет также и здание старого крытого рынка. Леонид Юрков, Александр Шумерин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова